И снова на те же грабли. Новых способов мошенничества появляется крайне мало. Возможно, потому что в этом нет особой необходимости. Злоумышленники с легкостью выманивают средства, пользуясь старыми проверенными методами. В последнее время особо активизировались телефонные мошенники. Как правило, такие звонки поступают от якобы службы безопасности банка. Поясняют, что с его счета, который есть у гражданина, пытаются снять деньги и средства. Для того, чтобы его сохранить и деньги и средства остались в наличии, мошенники поясняют, чтобы данный гражданин перевел данные деньги и средства на тот счет, который не указывает. Либо проследовал ближайшему банкомату, снять деньги и средства и зачислил их на тот счет для того, чтобы сохранить денежные средства. И люди верят позвонившему, торопятся спасти свои средства и передают их прямо в руки преступников. Обмануть могут даже самого недоверчивого человека, позвав его по имени, отчеству, указав номер карты. Важно помнить, что на другом конце провода может быть неплохой психолог, для которого не составит труда усыпить вашу бдительность. К примеру, пожилые люди охотно верят позвонившему, если он представится сотрудником правоохранительных органов. Таким же образом мошенники могут попросить под видом сотрудников правоохранительных органов, что они изобличают в поимке преступников взять кредит на свое имя, перевести деньги, для того, чтобы впоследствии денежные средства вернутся, вернутся с определенными процентами, что никаких материальных ущерба они не понесут. Разумеется, никто таких спецопераций не проводит. И если вам позвонили с подобной просьбой, сразу кладите трубку. На удочку мошенников попадаются не только пожилые люди. Как раз наоборот, статистика пострадавших от сепких лап аферистов с каждым годом молодеет, признается Николай Сафронов. Возможно, это связано с тем, что свои сети злоумышленники расставили и в интернете. Горожане наши видят объявление о покупке того вещи или предмета, за который продавец просит предоплату. После того, как предоплата переводится, указанный счет, в действительности наши грожане предметы и вещи, которые они хотели купить, не получают. Атмосфера праздников, веселья и затяжных выходных – идеальная пора для мошенников. Будьте осторожны и постарайтесь не попасться на уточку злоумышленников. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.